Наука Было в 59 году На Урале взобрались Высоко в горы Это был очень сложный туристический переход Но потом Нечто произошло Произошла какая-то трагедия И они погибли Причем появились Сразу несколько теорий Были даже какие-то Криптозоологические теории Что на них напал снежный человек Говорили возможно о том Что Советский Союз Испытывал какое-то Оружие новое Но советская власть Все просто взяла и засекретила Видимо поэтому было очень много Всяких кривотолков Но вот сейчас вышло Исследование В журнале Communications Earth and Environment В котором двое ученых Йохан Гауме И Александр Пузрин Это швейцарские ученые Специалисты по геотехнике Доказали Что все-таки Причиной гибели Этих самых туристов Была лавина И вот мы сейчас Поговорим С одним из этих исследователей Александр Пузрин Профессор Доктор науки Он кстати не только швейцарский Но и израильский Он из нашего Хаевского техниона Александр Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер Расскажите пожалуйста Как вообще вы пришли К теме Перевала Дятлова Перевал Дятлова Это достаточно известная история Я не знал давно И в октябре 2019 года Мне позвонил Мой коллега Джоан Гом И Предложил мне Над ней поработать Над этой темой Потому что Ему в свою очередь Позвонил репортер Из Нью-Йорк Таймс Дело в том Что в девятнадцатом году Российская прокуратура Снова открыла дело Которое В пятьдесят девятом году Закончилось ничем И репортер Спросил Состоятельную Джоан знал Что я работаю Над отложенными лавинами И связался со мной Так мы начали вместе работать Версия Что это был Все-таки Сход лавины Ее высказывали С самого начала Ученые Но потом Почему-то Эту версию Подвергли сомнению Как вы думаете Почему? Да Это старая версия Но дело в том Что Кроме всяких Конспирологических Теорий Против нее Выдвигались Несколько Веских аргументов Во-первых Склон Где это произошло Был достаточно пологим Во-вторых Не было видно Следов большой лавины В-третьих Лавина сошла Не сразу После того Как они подрезали склон И поставили палатку А через Достаточно много часов Мы думаем Что это было Порядка десяти часов И последнее Ранение Которые получили люди Они нетипичны Для Удара лавины Да Там двое человек Остались без глаз И у одного Был вырван язык То есть Вот непонятно Именно поэтому Родилась теория С йети С глазами и языком Мы не можем Это объяснить лавиной Для этого есть Другие объяснения Довольно логичные С моей точки зрения Люди думают Что это были животные Ранения О которых я говорил Это довольно тяжелые Ранения Когда у людей Было сломано Сломано много Ребер Была практически Раздавлена Грудная клетка У кого-то Был проломлен череп Вот эти ранения Для удара лавиной Не вполне типичны И нам нужно было Их объяснить Вы нашли Объяснение Вот всем По всем этим пунктам Почему на таком Пологом склоне Почему так поздно Она сошла И почему были Такие ранения Да Вот этому Как раз и посвящена Наша статья Если в двух словах Дело в том Что Дятлова Его группа Подвела Особая Особый рельеф Местности Там Из-за этого рельефа Выяснилось Что слабый слой На котором покоилась Снежная плита Которая сошла Он оказался Круче Чем Поверхность Снега Они не могли Об этом знать И Эта плита В результате Не только Она могла Сойти По такому Крутому Слабому Слою Но она была Относительно Небольшого Размера И поэтому Через Три с половиной Недели Следы Этой плиты Было Может быть И сложно Найти Что касается Отложенности Там был Еще Один момент Они подрезали Склон Но плита Не сошла Чтобы она Сошла Ее нужно было Дополнительно Нагрузить Обычно Это происходит Из-за сильного Снегопада Но не было Снегопада В то время Вместо этого Был довольно Сильный ветер И этот ветер Тоже Из-за Особенностей Рельефа Просто Передвигал Снег С одной Части склона На другую И как раз Довольно Много Снега Скорее всего Скопилось Над палаткой И в какой-то Момент Через Девять часов Десять Часов Эта Плита Больше Не выдержала Или слабый Слой Под плитой Неброс Может ли Такая Небольшая Плита Раздавить Грудную Клетку Для этого Мы использовали Компьютерные Симуляции И нашу Программу Мы скалибрировали С помощью Результатов Тестов Которые Американская Компания General Motors Проводила В 70-е годы В Америке С Трупами Людей Конечно Сегодня Это сложно Себе Представить И У нас Получилось Сравнивая Наши результаты С этими Опытами Мы увидели Что действительно Эта плита Могла Вызвать Такие Ранения Грудной Клетки И черепа Окей То есть Фактически Вы нашли Все объяснения Которые Все Объяснения Которые Искали В том числе Нанесение Вот этих Вот этих Хранений И я так понимаю Что все у вас Подтверждается Математическими Моделями Что с помощью наших Математических Моделей Мы добавили Весомости Но вы считаете Что с вашей Точки зрения Под этой Историей Поставлена Точка Или ее Еще будут Исследовать Ну еще раз Я бы не Стало Это утверждать Потому что Вполне Может быть Что Завтра Другие Ученые Выдвинут Не менее Весомые Аргументы В пользу Другой Версии Я думаю Все Что мы Можем Сказать Это То Что Такая Лавина Могла Произойти Большое Спасибо Профессор Александр Пузырин Я благодарю Вас за Участие В нашей Программе За эту Очень Интересную Беседу И я думаю Что многие Наши Радиослушатели В курсе Дела По поводу Вот этой Таинственной Смерти Туристов На перевале Дятлова Большое Вам спасибо За участие В нашей Программе Спасибо Вам Всего Доброго Всего Доброго Продолжение следует